Лариса Имя Лариса является древнегреческим по происхождению. По крайней мере, так гласит главная версия, исходя из которой, оно могло быть образовано от названия греческого города Лариса. Перевод же звучит как «чайка», хотя есть и другая, латинская версия происхождения. Женское имя Лариса пользуется популярностью во всей Европе, но имеет везде разные формы произношения. В европейских странах спросом пользуются имя Лора и Лорен, а в некоторых культурах второй вариант дается даже и мужчинам, у нас же это исключительно Лариса. В рейтинге имя Лариса состоит на 84-85 позициях и приходится на одну-три девочки из одной тысячи новорожденных. Значение и энергетика имени Лариса Значение имени Лариса сулит новорожденной малышке такие черты характера, как спокойствие, капризность, ранимость, эмоциональность, скрытность, тактичность и покорность. Ей не хватает решительности и настойчивости, но зато она надежна, практична и ответственна. Самостоятельная. Если что-то не будет получаться, то все равно не придет за помощью к близким или друзьям. Предпочитает лично разбираться со всеми неурядицами, старается не просить помощи. Покладистый в отношениях с мужским полом, старается угодить во всем без исключения. Самое главное достоинство всех носительниц этого имени заключается в том, что они очень самостоятельны, а самостоятельность порождает независимость и самодостаточность. Эти черты помогут Ларисе добиться в жизни очень многого. Лариса плохо относится к людям, которые пытаются критиковать кого-либо и при этом не признают своих недостатков. А еще носительницы этого женского имени избегают общения со слишком навязчивыми и надоедливыми людьми. Астрологическая символика имени Лариса Камень-талисман – авантюрин. Планета-покровитель – солнце. Покровительствующая стихия – воздух. Животный символ – лань. Растительный символ – липа. Лучший зодиак – овен и близнецы. Число Ларисы – 8. Счастливый день – среда. Идеальный сезон – весна. Лариса в детстве В раннем детстве девочки, получившей при рождении имя Лариса, неимоверно много веселья. И это неудивительно. Особенно если обратить внимание на тот факт, что значение имени Лариса как раз-таки и одаряет такими качествами, как юмористичность, доброта, веселый нрав, затейливость, баловство, коммуникабельность, общительность и красноречивость. Лариса – это ребенок очень действенный и активный. Ей некогда сидеть на месте, ее переполняет энергия. Более того, энергия этой девочки заправляет позитивом и всех вокруг. Она с легкостью приживается в любом коллективе, всегда в центре внимания, сеет вокруг веселье и позитив. И это, естественно, не может оставаться без внимания. В то же время, нельзя не отметить, что характер этой девчонки переполнен не только баловством и весельем, но также и чертами, делающими из нее лидера. Она решительна и уверена в себе, легко принимает ответственные решения, пусть и необдуманно. То есть в ней уже в раннем детстве начинают зарождаться лидерские задатки, которые родителям как раз-таки и нужно начинать развивать в ней в уже столь раннем возрасте. Кстати, особенно сильно на фоне других детей, ее выделяет рассудительность. Настолько сильная, что порой способна удивить даже малознакомого с ней взрослого человека. Лариса подросток. В жизни девочки-подростка, для которой родители решили выбрать женское имя Лариса, может случиться немало проблем. Но виною всему только одно – ее чрезмерная тяга к лидерству и желание доминировать над всеми, кто входит в ее круг общения. Она не прощает ошибок и проступков, не любит слишком уступчивых и покладистых детей, старается окружать себя сильными, такими, от которых ей есть что впитать. Лариса – это человек с наимоверно сильным желанием учиться. У этой девочки есть не только целеустремленность и решительность, но также и усидчивость, настырность, настойчивость. Она всеми силами старается научиться тому, чего не умеет, и готова учиться всему новому до бесконечности. Что же касается учебы, так тут все просто. Она отличный ученик, ответственная и обязательная девушка. Но особо больших успехов может добиться только в изучении того предмета, который ей нравится и которым ее заинтересовал сам преподаватель. Ну а в дополнение ко всему вышесказанному, значение одаряет еще и очень непростым характером в плане близости с друзьями. Значение сулит одновременно со всеми вышеназванными качествами еще и скрытность. У этой девочки нет и никогда не появится желания с кем-либо делиться своими переживаниями. Как и желание обсуждать с кем-то проблемы, с которыми она с трудом, но все же может справиться лично, без чьей-либо помощи. В браке Лариса успешная и привлекательная женщина, вокруг которой всегда крутится масса поклонников. Однако она весьма избирательно относится к мужчинам. В молодости она отдает предпочтение сильным и внешне привлекательным мужчинам. К ним она испытывает страсть и желание, но впоследствии она понимает, что это далеко не настоящая любовь. Такая ошибка может стать причиной неудачного брака в молодости. Вскоре страсти утихают, а Лара начинает видеть все минусы своему мужа, но может долго не решиться сказать ему правду, живя с нелюбимым человеком. Поздний брак может наконец принести Ларисе настоящее женское счастье. Став старше, Лариса пересматривает свои взгляды на главные ценности мужчины. Она понимает, что в мужчине главная не внешняя красота, а его порядочность, мужественность и ум. Ее супругом может стать терпеливый, внимательный, тактичный и одновременно решительный и мужественный молодой человек. В семейных отношениях она предпочитает равноправие. Лариса просто восхитительная хозяйка, виртуозно справляющаяся со всеми бытовыми вопросами. В ее семейном гнездышке всегда царят уют, тепло, комфорт и порядок. Также Лара отличный кулинар. Она умеет готовить быстрые, но очень вкусные и полезные блюда. Она строго следит за тем, чтобы ее семья питалась правильной и полезной едой. Несмотря на свою занятость на работе, она всегда все успевает. Кроме того, как гостеприимный человек, она всегда рада видеть у себя в гостях родных и близких. Лариса как мать Определив главные черты носителей имени Лариса, можно предположить, что в своем большинстве они становятся отличными матерями. Лариса искренне любит своих детей и преданны им всем сердцем и душой. Однако она не слишком часто говорит своим малышам об этом, поскольку имеет достаточно строгий характер и не выносит сюсюканий. Зато свою материнскую любовь и заботу она ежедневно демонстрирует своим детям не словами, а делами. Она всегда уделяет им максимум внимания и сил. Она успевает и работать, и о детях заботится. Они всегда накормлены, одеты во все чистенькое, довольные, веселые и здоровые. А хитростям ведения домашнего хозяйства она учит детей с детства, поручает им вытирать пыль или резать овощи. Лара умело совмещает воспитательный процесс с хлопотами по дому. Например, попросив собрать машинки, она поможет ребенку их посчитать. И так со всеми игрушками. Дети знают, что их мать это еще и настоящий верный друг, который не придаст никогда в жизни и всегда придет на помощь. Неудивительно, что Лариса близка с детьми, даже несмотря на ее строгость и требовательность в воспитательном процессе. Совместимость Наилучшая связь в плане чувств у Ларисы образовывается с такими кавалерами, как Богдан, Станислав, Юлий, Владислав, Остап, Панкрат, Платон, Феликс и Ян. Со Скольдом, Венедиктом, Евдокимом, Святославом и Ильей Лариса может построить реально крепкий и счастливый брак. Ну а с такими, как Алан, Аристарх, Нестор, Тимур, Фадей и Мстислав, скорее всего, отношений и вовсе не случится. Ведь уже на этапе знакомства могут произойти ссоры и несогласия.